Одесса, 18 января 2024 года, в 8 часов 47 минут утра, у нас в Одессе раздается сигнал воздушной тревоги. Очень быстро поступает пояснительная информация, что подача сигнала воздушной тревоги связана с тем, что в небе Российской Федерации замечен МиГ-31К, который взлетел с аэродрома Саваслейка. МиГ-31К являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», и когда они взлетают в небе Российской Федерации, у нас по всей территории Украины объявляется воздушная тревога. Если через какое-то время не приходит информация о том, что взлетел еще до заправщик Ил-78, то воздушная тревога может длиться недолго, не более двух часов. Вообще продолжительность воздушной тревоги по МиГам непредсказуемая, потому что бывает просто МиГи взлетают, садятся очень быстро, потому что отрабатывается просто взлет и посадка. В этот раз так же само. В 9 часов 15 минут приходит оповещение «Отбой воздушной тревоги». МиГи пошли на посадку. И за время воздушной тревоги пусков ракет «Кинжал» зафиксировано не было. 11 часов 45 минут у нас в Одессе опять звучит воздушная тревога. И снова причина подачи сигнала воздушной тревоги – это МиГ-31К. Воздушная тревога звучит по всей территории Украины. Минут через 15 нам сообщают. Есть взлет Ил-78 – это самолет-дозаправщик. Если будет дозаправка МиГ-31 в воздухе, то тревога может длиться более 3 часов. А пока поступает информация по поводу ночной атаки дронами «Камикадзе» по Украине. Было запущено всего 33 дрона типа «Шахет-131» и «136». Пуски совершались из Приморско-Ктарска Российской Федерации и Курская область. Воздушные бои с ударными дронами проходили в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельских областей. Силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины удалось уничтожить 22 ударных беспилотника. В ночь с 17 на 18 января ударные беспилотники были замечены и в Одесской области, но они летели через нашу область транзитом вглубь регионов Украины. Примерно в 12 часов 30 минут 18 января поступает информация, что МиГ-31 совершает дежурный полет над акваторией Черного моря и пусков ракет «Кинжал» не зафиксировано. Ближе к часу дня поступает инфа, что МиГ-31 идут в сторону аэродромов боевого базирования и в 13 часов 10 минут поступает оповещение отбой воздушной тревоги по МиГам. Уже в начало третьего дня поступает инфа, что в бухте Севастополя возле Графской пристани обнаружен затонувший корабль береговой охраны Российской Федерации проекта 205П «Тарантул». Видимо, он получил серьезные повреждения во время атаки водных дронов. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok